Здравствуйте, дорогие преподаватели и студенты! Сегодня я вам хочу представить свой доклад по теме «Флора и заповедные зоны Республики Узбекистан». Географическое положение и климат. Климат Республики Узбекистан субтропический, жаркое и сухое лето и изменчивое, но в целом теплое, осенне-зимне-весенняя погода. Республика Узбекистан. Узбекистан – государство Средней Азии. Площадь Узбекистана – 447 тысяч квадратных километров, население 23 миллиона человек, государственный язык узбекский, столица Ташкент, денежная единица Су. Столица Узбекистана – это Ташкент. Ташкент – один из крупнейших городов Центральной Азии, столица Суверенной Республики Узбекистан. На этом слайде вы видите достопримечательность Узбекистана, площадь независимости в Ташкенте, центральная площадь – столица Узбекистана. Памятник Амиру Тимуру в Ташкенте – бронзовый конный монумент великому государственному деятелю и полководцу, одному из основателей узбекской государственности. Площадь Регистан в Самарканде – величественная центральная площадь города Самарканд в Узбекистане. Это место является главной достопримечательностью страны, благодаря уникальному архитектурному ансамблю из трех метрессер-школ. На этом слайде вы видите все флаг Республики Узбекистан, герб Республики Узбекистан, а также президента Республики Узбекистан Шавката Мирамоновича Мерзиоева. Также к заповедным зонам относится ботанический сад в Ташкенте, территория сада 65340 гектаров, ботанический сад Ташкента является вторым по площади на территории СНГ. В 2018 году ботанический сад посещали более 127 240 горожан и иностранцев из зарубежных стран. Кугитанский Сурханский заповедник, создан он в 1960 году, площадь 28 тысяч гектаров, расположен он по берегам Амудари на склонах к Кугитангау. Произрастают тугайные растения, встречаются бухарский олень хангул, горный баран, кабан, борсук, камышовый кот, орел, белый гриф, пазан, туркестанский соловей. Нуратинский горно-ореховый заповедник, создан в 1975 году, площадь 22 500 тысяч гектаров, расположен на северных склонах Нуратинских гор. Произрастает грецкий орех, алыча, обитает горный баран, кабан, борсук, белоголовый гриф, орел бородач, керклик, черный гриф. На этом слайде представлен памятник природной нефритовой озера Урунгач. Горы Узбекистана. В планшафте подгорных равнин, травы, деревьев нет. Кустарники встречаются по водяным водотокам. Здесь произрастают различные виды лука, тюльпаны, ревень, ирисы. Высокое предгорье – это сухая разнотравная степня в темных сероземах. На каменистых участках растут и кустарники, миндаль, курчава, вишарник. На Нискогоре в основном растет ценнейшая древесная порода – зерошанская арча. Также распространены лиственные породы – клен, боярышник, разные формы дикой яблони, фисташки, грецкий орех, березы, ива, тополь, вишня, моголепка. В Нискогоре очень богато кустарниками – жимолость, барбарис, шиповник, тавол, газар из ведикого виноградника. Очень разнообразен набор трав – шалфей мускатный, дизифора, ревень, щавель, тюльпан, семский лук, ценнейшие лекарственные растения. На этом слайде представлены степи Узбекистана, пустыни Узбекистана, красная книга Узбекистана. В первую редакцию Красной книги Узбекистана 1993 года было включено 301 вид растений. Оно было издано на узбекском и русском языках. В книге были представлены названия каждого вида на узбекском, русском и латинском языках. Приведены сведения о сокращении ареалов, причинах уменьшения численности, информация о предпринимаемых мерах охраны, а также были даны карты распространения изображений видов. В 2003 году увиделось свет второе издание Красной книги. В 2006 году была издана третья редакция Красной книги растений Узбекистана. В 2010 году вышло четвертое издание Красной книги Узбекистана, а в 2019 году издали новую Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Также к краснокнижным растениям Узбекистана относятся гранат обыкновенный пуника гранатум, эремурус, эремурус, тюльпан фостера, тулипа фостера, фостеряна, лук гигантский, алюм гигантеум, также краснокнижные грибы звездовик похромчатый, геаструм фимприатум, а также баран гриб, полипорис фронтосус. На этом моя презентация закончилась. Спасибо за внимание.